Нитаньяху надеется преодолеть разногласия с президентом Байденом. Он подчеркнул необходимость иметь высокоточное оружие. В шведском Мальмео прошел второй полуфинал Евровидения. Пропалестинские активисты устроили шествие протеста против участия Израиля в конкурсе. В Москве 9 мая прошел военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нем впервые приняли участие российские солдаты и офицеры, воевавшие в Украине. Процесс по делу о пожаре в греческом Мате шестилетней давности будет организован заново. Вынесенный приговор аннулирован. Премьер-министр Израиля Бенемин Нитаньяху заявил в четверг, что надеется преодолеть разногласия с президентом США Джо Байденом, подчеркнув необходимость иметь высокоточное оружие, чтобы избежать жертв среди гражданского населения Газы. При этом Нитаньяху пообещал продолжить военные операции в секторе, заявив, что его страна готова в случае необходимости действовать в одиночку. Эти заявления прозвучали после того, как Байден объявил о возможном прекращении поставок наступательного оружия, которое Израиль мог бы использовать для полномасштабного нападения на Рафах. Республиканцы в Сенате США раскритиковали президента за это решение. Пентагон заявил, что оценит ситуацию в Рафахе после того, как США приостановят поставку тяжелых бомб в Израиль. На этой неделе администрация Байдена должна вынести первое в своем роде официальное заключение о том, нарушили ли авиадары по сектору Газа и ограничение на доставку помощи международные законы и законы США. Израиль говорит, что Рафах – последний оплот Хамас в секторе Газа. Перенаселенный город погрузился в хаос из-за захвата Израилем КПП на границе с Египтом и из-за угрозы полномасштабного вторжения. Десятки тысяч перемещенных палестинцев отправились со своими семьями из Рафаха в новый изнурительный поход в обозначенную Израилем безопасную зону. Тысячи людей с палестинскими флагами в руках вышли в центр Мальмио на марш протеста против участия Израиля в Евровидении. В четверг в шведском городе, где проживает большое количество выходцев из стран Ближнего Востока, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса. В нем выступала представительница Израиля Эден Галан. Своё недовольство этим выражали протестующие, проводя аналогию с отстраненной от участия в Евровидении Россией. Приводя данные по погибшим в Газе, они требовали прекратить огонь в анклаве. Недалеко от места проведения пропалестинской демонстрации около ста человек устроили митинг, чтобы поддержать израильскую делегацию. Власти еврейского государства предупредили своих граждан о том, что они могут стать мишенью для нападений в Мальмио во время проведения конкурса. Его финал состоится в субботу. В него прошла и израильская певица. Пропалестинские активисты уже заявили, что в этот день вновь проведут шествие протеста. Для поддержания порядка в город стянуты дополнительные силы шведской полиции. На подмогу им прибыли полицейские из Дании и Норвегии. На Красной площади в Москве 9 мая прошёл военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие более 9 тысяч человек, в том числе свыше тысячи участников боевых действий в Украине. Президент России Владимир Путин в поздравительной речи заявил, что на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой. И обвинил западные элиты в реваншизме и издевательстве над историей. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию всё новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. При этом Путин отметил, что Россия никогда не принижала значения Второго фронта и помощи союзников. Это третий по счёту парад победы в российской столице после полномасштабного вторжения РФ в Украину. На торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, в этом году в Москву приехали главы всего девяти государств, в частности президенты Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы. Большинство стран мира отмечают День Победы над нацизмом 8 мая. В прошлом году на эту дату с 9 мая перенесла празднование Дня Памяти и Победы над нацизмом Верховная Рада Украины. В своём поздравлении украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Россия вернула в заголовки мировых СМИ страницы из учебников о Второй мировой. 20 обвиняемых по делу о смертельном пожаре в Мате в 2018 году в Греческой Восточной Аттике вновь предстанут перед судом после решения апелляционной прокуратуры Афин. Она аннулировала вынесенный в конце апреля спорный приговор, по которому лишь пятеро из 20 обвиняемых, бывших должностных лиц, ответственных за спасение граждан и тушение пожара, были признаны виновными. Выжившие требуют правосудия. Сын Афины Мутафи погиб в море у неё на глазах 23 июля 2018 года. Она 6 часов боролась в воде, чтобы спасти дочь, и ей это удалось. Приговор вынесенный 6 лет спустя в апреле, стал для неё последней каплей. Η κατάθεσή μου προσωπικά, ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πρέπει να τα πεις όλα με κάθε λεπτομέρεια και, μοιραία, το ξαναζείς. Δηλαδή, εγώ μπήκα πάλι μέσα στη θάλασσα. Теперь свидетелям придется еще раз пережить трагические моменты. В суде Арис Херувим потерял в огне свою мать, сестру и племянниц близнецов. В суде Арис Херувим потерял в огне свою мать, сестру и племянницей. В суде Арис Херувим потерял в огне свою мать. В суде Арис Херувим прошли около 160 километров от границы до Еревана и собрались на площади республики. Они представляют свое движение как аполитичное, но критики власти указывают на активное участие в нем парламентской оппозиции и обвиняют в намерении расшатать ситуацию в стране в своих целях. Тысячи людей с палестинскими флагами в руках вышли в центр Мальмио на марш протеста против участия Израиля в Евровидении. В четверг в шведском городе, где проживает большое количество выходцев из стран Ближнего Востока, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса. В нем выступала представительница Израиля Эден Галан. Своё недовольство этим выражали протестующие, проводя аналогию с отстраненной от участия в Евровидении Россией. Приводя данные по погибшим в Газе, они требовали прекратить огонь в Анклаве. Недалеко от места проведения пропалестинской демонстрации около ста человек устроили митинг, чтобы поддержать израильскую делегацию. Власти еврейского государства предупредили своих граждан о том, что они могут стать мишенью для нападений в Мальмио во время проведения конкурса. Его финал состоится в субботу. В него прошла и израильская певица. Пропалестинские активисты уже заявили, что в этот день вновь проведут шествие протеста. Для поддержания порядка в город стянуты дополнительные силы шведской полиции. На подмогу им прибыли полицейские из Дании и Норвегии. В день Европы председатель Европарламента Роберта Миццола приехала в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Миццола заявила, что официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца июня. По её словам, путь к вступлению, безусловно, будет сложным. Европейская уния и Европейский парламент стоят готовы, чтобы помочь. Мы вернемся от этого вместе. Потому что Украина – Европа, и Европа – Украина. И это наша партнерсия для победы. Слава Украине! На пресс-конференции Зеленский также сообщил журналистам, что армия РФ накапливает свежие силы на разных направлениях, пользуясь заминкой с поставкой военной помощи Украине. Каждый из вас видит, что Путин пришел на нашу землю так же, как Гитлер пришел на земли других народов. Это преступленно, неопровокировано и абсолютно потворно. На жаль, так же это может случиться и с нашими народами. Поэтому наша с вами взаимодопомога – это работа. Чтобы не только один этот агрессор програв, а чтобы самая идея любой войны в Европе снова была разбита. Спасибо, что вас видят. Кандидат от ультраправых станет министром сельского хозяйства. Министерство экономики и устойчивого развития будет разделено на две части. Один из портфелей также получит представитель отечественного движения.